ДТП В лесах можно лишь предполагать, что точное количество не берутся назвать и в дорожной полиции. Данные меняются быстро. Только завтра можно будет подвести итоги за сегодняшний день. Тем временем снег начинает таять. Ситуация, как сообщили в дорожной полиции, постепенно стабилизируется. Однако к вечеру, по данным метеорологов, снова подморозит, что несет за собой очередные проблемы и пешеходам, и автовладельцам. Есть страховка, и после разбора в дорожной полиции определяется виновный, и либо он несет ответственность, либо его страховая компания. Если же люди неопытные и не умеют ездить зимой, то лучше остаться дома и не выезжать, чтобы не потерять весь день в дорожной полиции, либо ожидая ее на дороге, либо выясняя, кто прав, кто виноват прямо на месте аварии. В то же время за медицинской помощью уже обратились десятки пешеходов, которые пострадали от сегодняшней непогоды. Ушибы, растяжения, переломы – вот неполный перечень травм, которые получили жители столицы. Сегодня, в связи с климатическими ситуациями, в направлении травматологии и ambulатологии, были адресены 36 пациентов с травматизмом в дороге. Пациенты пламят о ситуации в дороге, о том, что у них нет тротуария, не имеют ситуации для себя более свободно. В больнице беспрерывно поступают жалобы на травмы. Уже к обеду число пострадавших увеличилось. Врачи предполагают, что к вечеру их будет еще больше. Нерасчищенные тротуары и дороги, видимо, не интересуют местные власти, которые не спешат ликвидировать последствия непогоды. Значительная часть пешеходных зон подведомственны экономическим агентам, но и те не слишком торопились убирать снег. На кого же жаловаться, если вы стали жертвой гололеда? Если это случится, скажем, где-то во дворе, то гипотетически можно было бы подать в суд на вот эти предприятия ЖКХ. А, скажем, если это случилось, предположим, перед зданием парламента или перед зданием, каким-то публичным зданием государственной власти, даже не знаю, на кого бы можно было подать в данном случае. Не надо надеяться на то, что наши службы вовремя придут на помощь и сделают все возможное для того, чтобы людям, скажем, ходилось лучше по дорогам и по тротуарам нашего города. Они могут, конечно же, застраховаться, но все-таки уповать надо только и только на себя. Более 360 детей не смогли добраться сегодня до школы. Причина та же – заносы на дорогах. Самая сложная ситуация в Кантемирском районе. Там на учебу не попали более 200 учеников. Остались дома и школьники из Сорокского, Гладянского и Колоравского районов.